Об этом не очень футбольном интервью с Игорем договаривались полгода назад. Побеседовать получилось аккуратно на австрийских сборах. Акинфеев сам предложил записать интервью не как обычно, сидя за каким-нибудь столом или в кресле, а в горах. Добирались туда по канатной дороге. Высоты боишься? Нет, вот смотрите, как уже красиво у нас. Барашки у нас посылся, классно же. А на самом деле вот там с парашюта прыгают, что-нибудь такое из серии? Ну, всегда была не то, что мечта, а какое-то желание, да, и мысли были такие, но в последнее время, не знаю, что-то не хочется пока, потому что, наверное, адреналина и так вот хватает. И все-таки это больше адреналина, наверное, люди, которые не до конца получают, или просто должен быть фанатиком этого, да, дельтаплан, парашют и все остальное. Я пока к этому не готов. Адреналина ему действительно хватало с детства. Там и столы дома ломал, и зеркала с братом били дома, футбол играли и дрались. Конечно, это все было, но совершенно нормальный ребенок был. А в Питере? А что было в Питере у нас? Ну, огнетушители без них бросали? А, ну это было, но это друг мой Серега, с кем мы до сих пор дружим. Было, конечно, такое. Я там как-то косвенно только участвовал в этом. Поэтому я тут чист, можно так сказать. А чего вы хотели проверить? Ну, потом хотел поесть, взорвется он или нет. Ну, слава богу, что, ну, понимаешь, молодые придурки были из-за заражения, конечно, но слава богу, что там все обошлось, никого не было внизу, и он просто там разлетелся, не взорвался, конечно. Несмотря на нежелание прыгать с парашюта, экстрима в его жизни достаточно. И тут никак не обойтись без великого и могучего русского языка. Самое экстремальное это был в Вене, там есть парк аттракционов. Садишься в катапульту, и тебя там на 300 метров он выстреливает. Все это записывается на камеру, и это была вообще бомба. Я сел с администратором, надо было увидеть лицо его. Мое лицо, конечно, было такое, но я понимал, что тут надо камеру снимать бездержанно. Но он творил чудеса просто там. А потом, когда полетели вниз головой уже, там же сначала выстреливает, и потом переворачиваешься, и вниз ты летишь. Там я услышал все, что, я не знаю, вот таким словарем. Ну, говорят, люди не меняются, но как Инфееву это не относится. За 12 лет нашего знакомства вратарь республики стал более мягким и открытым. Капитанство сборной здесь ни при чем. Тут не больше какая-то такая ответственность. Я не знаю, что там, надо ходить за кем-то, там подсказывать, смотреть. Ты должен быть просто в коллективе. В нужный момент где-то подсказать ребятам, где-то собрать именно народ, поговорить, есть какое-то там мини-собрание сделать. Ну, я не скажу, что я прям, я не знаю, там провожу какие-то партсобрания, еще что-то, но я стараюсь, стараюсь, чтобы в коллективе была гармония. Потому что нельзя, чтобы одни ходили там, думали о чем-то, другие там. Если, например, мы идем, не знаю, там вчера шли смотреть футбол Лигу Чемпионов, он должен быть там хотя бы полкоманды, там опытные ребята должны быть вместе, потому что какие-то моменты обсуждать, еще что-то. Ну, здесь должна быть какая-то гармония. Если там кто-то не хочет что-то делать, ты не можешь его заставлять. Ты можешь ему просто сказать, давай там в следующий раз, еще что-то. Какие-то такие вещи находить надо. Был случай в Германии, его везли на операцию, на свою, а он увидел чужую. Такое не забывается. Нет, ну я, конечно, издалека видел. Ну, конечно, страшно. Ты же понимаешь, что перед тобой человек, который лежит на операционном столе, и тебе предстоит не такая же операция, конечно, но примерно что-то такое, только там артероскопии, да, то есть тебя завозят, там ты видишь свою операционную, тебя там усыпляют. Такие вещи, наверное, ты не можешь объяснить. Там нет никакого страха, здесь просто тупо, чтобы тебе сделали все хорошо уже, потому что ты там ни о чем не думаешь. Тема травм быстро сменяется на окружающие пейзажи. Австрия, горы, лепота. Смотри, как это, камни скатились вот с этих. Откуда скатились? Ну, смотри, видишь, это катится там камня. Там ледник сошел, видишь, камни пьет. А город поет? Или все-таки могут ближе? Не, ну я люблю вот так вот, ну красота. Я не знаю, насколько смог бы я жить бы так, да, и насколько долго мне хватило бы в деревне жить, например, или еще где-то. Ну, например, отдохнуть там недельку-другую я бы смог. В деревне же начали не новинку, там корову, козу, лошадь, твои же видела вживую, да, естественно? Ну, конечно, я всегда не знаю, я мечтаю вообще, я жене своей говорил, что с футболом закончу на старости лет, какой-то дом в деревне будет, коза, этот. Ну, конечно, я там глумлю, травлю, как можно сказать, ну, попробовать, может быть, и хочется, но, опять же, при этом, понимая, там, наверное, неделю максимум и все. Если горы – это неделя, то рыбалка всю жизнь. Об этом Игорь может говорить часами. К счастью, у нас столько времени не было. Поговорили чуть-чуть. Ну, это все знают, что для меня приоритет – это рыбалка, на которую, к сожалению, в последние годы я выбраться никак не могу. Одна такая мечта, да, для меня, чтобы вот именно меня там никто не трогал, там 3-4 дня я тупо сел, отдохнул и вообще вот вообще никого не было. А если позвонит Гееннер, Латипов? Нет, ну, от Гееннердович, конечно, возьму, от Латиповича задумаюсь. Самый распространенный вопрос, который зовет рыбаку – сколько длину и… Нет, ну, длину я не помню, но то, что я ловил, сам ловил, это была жерлица, не на удочку на это маленькую, а жерлица стояла. Вот, ну, стояла возле моей лунки, вот поэтому… По-моему, она была 2-300. Скажи, можно сравнить, там, я не знаю, вот вытащить щуку, поймать, вытащить щуку с какой-нибудь интенсивной тренировкой по напряжению мышц, там, головы и так далее? Я могу сказать не щуку. В Таиланде мы ездили с женой на рыбалку, там есть англичане держат на острове Самуи, вот, там платный пруд тоже платишь, и вот 4 часа, называется гарантированная рыбалка, он, типа, ты поймаешь рыбу, там вот 4 часа у тебя беседка, тоже тебе дают огромные удочки, все там, спинники ты закидываешь и ловишь. Ну, мы сидели час-два, то есть там три, ну, как она гарантированна, если мы там не можем ничего поймать? Действительно, там клюнуло, и там был пруд, но я не знаю, сколько он там был. Ну, может быть, ну, не охвачу, там, не знаю, того столба, там, до этой вот беседки деревянного. Большой такой пруд, большой, да? Вот, и мы где-то в середине были. Ну, я думаю, ну, все, там попалось, и начал тащить. Короче, я вот стоял где-то вот здесь, и она начала вот так гулять по всему пруду, я ходил с удочкой туда-сюда-туда-сюда, я вытаскал 40 минут. У меня вот такие банки стали, руки. Это рыба-непанка, как называл мне, она из вида самовых. Она была 24 килограмма. Ну, где-то в 40 минут я ее тащил. Нет, у меня всегда две, у меня есть спиннинг, и стоит такая удочка в поплавоксе. Опасные все-таки эти рыбаки. Еще минут 30 разговоров, и точно поехали бы искать пруд. Хорошо, тренировка должна была состояться вечером. Слушай, вот еще такое модное поверье, что там, вот, через час, это жесткий мужик, который не дает расслабляться никому. Нет, ну, мне кажется, Саламыч только кажется таким, да, человеком, что он жесткий, как многие думают, там, может быть, даже тиран, но это не так совершенно. Это человек, который поиграл в Европе, человек, который потренировал достаточно количество команд хороших, да, и я думаю, что каждый человек может увидеть, оценить, тем более даже ты, да, говоришь про это. Ничего такого нет, никто тебя не напрягает, никто тебя не тиранит, так сказать. То есть все в меру, все хорошо. От Черчесова к футболу. Еще не было побед над саудитами и египтянами, еще ругали сборную, кто и как хотел, а он знал, как это можно исправить. Не всегда говорил, что не пройти, не там, не финал, полуфинал. Команда должна играть. Команда должна играть хорошо, играть на хорошем уровне. Все же упирается в результат в любом случае. Когда команда играет хорошо, я же говорю, должен быть результат. Если нет результата, как бы ты ни играл, все равно будет плохо. Ты не будешь для никого, для всех хорошей, никогда в жизни. Сборная должна играть хорошо, сборная должна пока дре-зуль-тат. Билетами разжился уже? На турнир? Да. Билетой. На турнир... Спасибо. На турнир нет, не разжился. Нету билета, дорого стоит. Слушай, а в такие моменты приятно, да, вот стоишь, разгаришься? Ну, конечно, приятно. Тем более, я так понял, русские, да. У Игоря двое детей, мальчик и девочка, Даниил и Евангелина. Ты строгий, папа? Ну, так, да. Могу там крикнуть, и, конечно, мы детей не бьем дома, но вообще не бьем. Да, то ты уже там и обрадовался, дома, так. Да, я считаю, что нельзя ребенку, тем более своего, да, и даже чужого. Это, во-первых, неправильно, во-вторых, врослый человек, когда теряет контроль, ну, это глупо, наверное. Хорошо, за что наказал в последний раз и кого? Ну, в основном, сын, конечно, он же хулиганит, там. В последний раз мне сейчас жена звонила, взял крем, выдавил на руки, вытер об шторы, там. Шторы бедные, 4 года весели, чистенькие, новенькие, а сейчас приходится химчистку сдавать. Причем там такие шторы, ну, плотные, их надо там реально в химчистку. Ну, просто я строго сказал, я говорю, Даня, объясни, почему ты это сделал. Попытался у нее узнать, он сказал, папа, извини. Потом, когда мама положила трубку, он начал плакать. Мама говорит, да папа тебя не обижал, он просто спросил. То есть, ну, это же дети все равно. Как мне кажется, что психика, она закладывается с раннего детства, именно даже с рождения, да, и если у тебя ребенок, там, не знаю, плаксы какой-то, или ты его ругаешь, обижаешь, и что-то такое, мне кажется, все равно вырастает. Не то, что ты хочешь потом. От его детей снова переходим в детство Акинфеева, точнее, в школьную жизнь. Она у него была на втором плане, ибо на первом было другое. Не, у меня только футбол был. Я же всегда говорил, что все тренировки, не знаю, там, все контрольные работы в школе, которые у меня были, я же уходил с последнего урока всегда, отдавал тетрадь, мне ставили два при мне сразу. Я говорил спасибо, забирал тетрадь и уходил. Потому что у меня этот момент только в голове футбола был. Я именно хотел, вот просто хотел. Знаешь, когда люди хотят, они чего-то добьются, они добьются в любом случае. А зачем туда идти на урок, если ты все равно с него выходишь? Не, ну я же должен прийти на урок. Я же должен был прийти, да. Бывает, что там была контрольная, например. И ты понимаешь, что она может задержаться, да, 15-го перемена же есть, и они учителя задерживали, а у меня уже не успел на тренировку. Я говорю, я все. Говорит, в смысле, а как все? Я говорю, ну я на тренировку, мне надо ехать. Говорит, а эти два поставили. Я подошел, отдал тетрадку, мне поставили два, я уехал на тренировку. На тренировке приходилось добираться чуть ли не через всю Москву. Это отнимало очень много времени. Иногда его не хватало. Опаздывал, конечно, но я всегда приезжал, а когда не было денег, я уже много раз рассказывал, я устраивал истерики, плакал, родители занимали деньги, и мы ездили в тренировки. В профессиональной карьере хоть раз опоздал на тренировку? В профессиональной карьере нет. В этой сборной есть игроки, с которыми он знаком много лет. А во вратарском коллективе есть Габулов, с которым играл в ЦСКА. Мне нравятся очень пикировки Габул, который может пошутить, вы над ним, он над ним, над вами. То есть это как дядька какой-то или как? Ну, посмотрел, он старый уже, конечно, дядька. Старый дядька Володя. Нет, ну Габул, я же с ним давно знаком, да, поэтому я знаю все его там замашки, все его шуточки. То есть, может, мне иногда бывает не то, что даже не так смешно, чем пацанам, но мы где-то уже вдвоем, наверное, начинаем травить ребят. А Дзюба? Не, ну Дзюба – это особняк вообще. Я думаю, что персональный сюжет сделайте с Дзюбой, он вам нашутит там столько. Тоха, это тебе сейчас здесь не в тапках, как говорится. Поехали! Бабо! Сразу! Бабо! Нету Акинфеева, говорят, сменщик. Готовый. Полтора часа увлекательные беседы пролетели незаметно. Обратный путь также на фуникулере. Какой последний фильм супруга я посмотрел? Мы с ней смотрим на Apple TV, которые вот эти все новенькие выходят. Кинотеатры очень редко выходят, потому что, ну, понимаешь, да, что дети и там в школы, садики и все остальное. У нас всегда дилемма. Я люблю комедии посмотреть, потому что я люблю вечером отдохнуть, так расслабиться, там чайку. Мы делаем чай, какие-нибудь бутеры можем сделать, так и легкие. Вот садимся, вот, и она говорит, давай я это посмотрю. Она говорит, что это драма. Я говорю, нет, драму не хочу. Ну, это классный фильм, там, Оскар-режиссер, Оскар-рэйти. Я говорю, нет, драму не хочу. Но в итоге ты же понимаешь, что женщина, она все-таки существо хитрое, выигрывает всегда. Потому что комедии хороших нет. Я говорю, ну, давай драму твою посмотрим, ладно. Акинфеева нет ни в одной соцсети принципиально. Он не рубится в PlayStation, говорит, наигрался. Разрядка, семья, рыбалка и песни. Все пою. Александр Серов, что тебе сказать там еще? Я люблю тебя до слез. А с супругой поете, то вы все не снимаете? Да нет, ну, какая. А караоке? Караоке мы очень редко выбираемся, но если выбираемся, то можем исполнить, да, суперкомпозиции. Я всем пою. Не, ну, конечно, да. Это так, и с фронтом тоже, но репертуар у нас большой, но в основном это русские песни. Моя вот жена любит песню «Северный олень». Помнишь это? Был обычный серый тихий день. Собачка. На большой земле встретили Жиркова. Он собрался наверх, а мы решили заканчивать наше во многом нефутбольное интервью. Последний вопрос, самое нелюбимое упражнение вратарское, оно есть вообще? Соригинальничать можно? Доставать мяч из сетки в игре. Вот это самое нелюбимое, самое противное для любого вратаря, кто бы что ни говорил. Продолжение следует...